Музыка Пойдем к Серегу Проводкой заниматься Я тут планирую Как будет стоять Вентиляторы охлаждения Вот эти И вот их место Что будем делать Снизу у нас подушки на вентиляторе Сейчас покажу Вот они Вот они А сверху вот такие вот штыри Это то ли снивые вентиляторы Я их покупал уже хрен знает когда Давным давно И вот я хочу попробовать от профиля Снять одну сторону Чтобы вот эти подушечки Которые снизу влезли Стали вот сюда вот так И тогда уже если все станет Крепить их там внизу И мутить крепление вверху Сейчас будем делать Так Отпилил я значит одну часть Плоскость профиля И теперь это будет надеваться вот так Я его сейчас отрежу чуть побольше С запасом Чтобы как бы как упор было здесь И будем там его крепить И так же на эту сторону сделаем С верхней будем разбираться Не знаю может даже открутим вот это крепление Что-то свое будем делать Сейчас сделаем низ И будем смотреть куда крепить вверх А знаете почему мы занимаемся Вольво не так как все Все потому что мы выбрали Красную таблетку Хорошо Выбирайте правильные таблетки Значит Значит какое решение мы придумали У нас все в дыму Мы пилили резину Валек привез вот такие подушки в итоге Вот они они Это подушки от кондиционера Это подушки кондиционера Мы сюда Мы сюда Режем вот такой кусочек шланга Вставляем его вовнутрь Он прям вот он как домой к себе залетает Далее Отрезаем вот так вот край этой резинки Вот здесь Отрезаем И наши крепления Которые мы вот уже замутили Вот эти Под радиатор Подкладываем еще и вот это вот Бублик Для чего? Чтобы вентиляторы поднялись выше Потому что Короче нам надо и было поднять повыше К радиатору Потому что верхнюю часть радиатора Вот тут вот чуть-чуть Они не перекрывали То есть сейчас будет оптимальный вот этот вариант Как они установлены Сейчас сделаем вторую сторону Вот видите Смотрите разница какая В высоте Здесь вот так он стоит А здесь намного ниже Вроде и крепления Хорошо получились Но надо было приподнять И вот так Через подушку Через подушку То есть Досить вибрацию еще лучше Все прям Шикартао Делаем дальше Сейчас вторую сделаем И покажу как это все стоит Так Теперь все на месте Вот смотрите И сейчас попробуем показать Насколько поднялся Вот так это все выглядит То есть смотрите У нас Когда мы поставили Без проставов Вот на эту толщину Вентилятор Был ниже То есть соответственно Вот эта планка была вот на этом уровне И низ вентилятора Вообще дуть должен был вот сюда аж Теперь он Ну вот так Сейчас будем вверх крепить Вот в таком положении Красота Красота Да и только Делаем дальше Она Так Мы теперь и наверх Вот такие же резинки Ставим И сюда будет Вот такая муфта С трубы Отрежем аккуратно колечко И к нему приварим Какую-нибудь петельку И найдем ей крепление Будет развязка вообще серьезная Вот Все это естественно Все эти крепления Так же как и на топливной рампе Когда это все соберется Я потом это сниму И отдам брилайн парням На покраску На порошковую И будет все шикарно Так в итоге вот такое у нас Крепление получилось Обварили его Сейчас он остынет Я его обточу Вот так вот Мы распилили кольцо Вот там есть место Видно Чуть заузили его Как раз на ширину распила И оно вообще туго надевается Вот так на резинку И вот здесь отверстие Под пассатижами Крепление к кузову Сюда вставляются Штыри из вентилятора И тем самым Оно держится Сейчас все обточится Облагородится Поставится Примерится Если все хорошо Будет увозиться на покраску Но опять же Когда полностью машина соберется Уже больше ничего не будем Колхозить Все детали которые надо покрасить Все снимутся И будут краситься порошком Так Значит это крепление на месте Вон он Там его даже не видно И его видно не будет И фары станут Вот эти пластины Сниму покрашу Заодно Ржавые То есть вот так вот На месте у меня Ничего не подпрыгивает Все Ну это я болтаю То что та сторона болтается А так С вибрацией вообще все шикарно Будет и развязка есть По вибрации И Держится он хорошо По подключению Будет отдельный ролик Потому что подключение Будет отдельно Проводка Не завязанная С блоком управления А будет отдельно Проводка На вентиляторы Объясню почему Потому что Даже если не дай бог Что то случится С той проводкой С родной И мозги выйдут из строя Еще что то Машина кипеть начнет У меня Система охлаждения Вентиляторов Будет отдельно Запитана От аккумулятора Через своих Три реле Два четырехконтактных Одно пятиконтактное Через датчик Это он пока Сейчас вверх смотрит Потому что мы его Закрутили Он начал подтекать Я его Посадил на Виктор Рейнс Вот его показатели Минус один Один девяносто пять Два сто два То есть двухскоростной он Два будет идти На контакты На управление Вентиляторами И один Это общий Короче вот как то так Мы его перевернем вниз Чтобы антифриз Четко Контактировал с датчиком Если вы думаете Что здесь Полностью заполнены шланги Ну это то есть Это неправильно Не правило Поэтому мы его перевернем Датчик Во первых не виден Во вторых Он будет контактировать С антифризом И чётко считывать При открывании ЭЭЭЭЭЭЭЭЭэт res гермостата будет работать короче короче будет все работать как подключить вам потом расскажу короче с профтрубы вырезали вот такую заготовочку это подкрепление второй подушки сейчас мы тут наметим где отверстие с улиц приваримся и поставим так же и он закрыт так итог какой вас все карлсон и на месте верхнее крепление одно и здесь вот оно второе здесь тоже все на подушечках на месте я доволен ничего не идея не цепляет все амортизирует вибрация на кузов передаваться случае чего не будет шикардос вообще ну и в случае если мне будет когда-то захочется возможно поставить кондиционер здесь есть зазор под радиатор кондиционера хороший все ребята сегодня все наверное увидимся подписывайтесь пока так по авто но по автономке парни кто досматривает до конца сейчас она я включил на час продувается сейчас продуется сколько она съела за день у нас ну как за день сейчас время сколько часа ты три часа в 11 мюю пусти пустили 12 час 2 3 за 4 часа вот смотрите то есть вот эта часть села на 5 литрового бака смотрите сами не скажу что ты пиздец ташкент жара но самая фишка в том что у нас стало сухо в гараже то есть как бы она сушить влагу с учетом грунтовых вот подвале все